МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПАРФЮМЕРИЯ Первое, что приходит на ум, когда мы вспоминаем о запахах. Сотни приятных ароматов, и каждый приятен по-своему. Но стоит покинуть магазин парфюмерии, и мы столкнемся с таким количеством запахов, сосчитать которые невозможно. Вокруг нас сейчас 300-400 веществ, которые мы можем легко определить. Наверняка существует еще столько же веществ, которые мы не знаем, но они также важны. Запахи – мощнейшее оружие воздействия на подсознание человека. Пока одни из них заключены в яркие флаконы, другие служат основой научных открытий, а некоторые даже спасают жизни. Мы живем на планете, на которой есть атмосфера. Атмосфера – это газообразные вещества. Они постоянно вокруг нас. Некоторые вещества, кислород, необходимы для дыхания. Но есть множество других веществ, которыми мы пользуемся для информации и понимания того, что вокруг нас находится. Обоняние – одно из чувств, с помощью которого человек познает мир. Оно дает нам всего 2% информации об окружающем. Но эти 2% порой важны гораздо больше, чем зрение, слух и осязание. У каждого человека есть свой собственный запах. И он связан с особенностями его генного аппарата, строения, метаболизма какого-то. И человек выбирает подсознательно такого человека, чтобы генотип был совсем другой. Тогда просто это биологическое предназначение. Тогда потомство будет разнообразнее и здоровее. Человек чувствует запах, когда его молекулы попадают в нос и связываются с органами обоняния. Нос – всего лишь инструмент для вдыхания. За анализ, полученный от этого инструмента, информацией отвечает мозг. При вдохе вместе с воздухом в нос попадают молекулы летучих веществ. Достигнув верхней части носа, они оседают на обонятельных клетках. Каждая покрыта ресничками, на которых находятся поверхностные рецепторы. Их около 800 миллионов. Молекулы пахучего вещества связываются с рецепторами, которые тут же отправляют сигнал в обонятельную луковицу мозга. Здесь сигнал распознаётся и вызывает чувства – приятные или не очень. Эти рецепторы обладают очень высокой селективностью. Каждый рецептор реагирует на одно, максимум три соединения. То есть для каждого вещества есть свой рецептор. И вот совокупность раздражения нескольких рецепторов, оно и приводит к тому, что у вас возникают какие-то сложные ощущения в виде запаха. Запах не только вызывает эмоции. Многие пахучие вещества напрямую связаны со здоровьем и продолжительностью жизни. Учёные подтверждают это опытным путём. Уже несколько поколений мышей получают эфирные масла лекарственных растений – чабера и орегано. Проконтролировать, что мышь вдохнула нужное количество эфирного масла, сложно. Поэтому из ароматного лекарства готовят раствор. Неважно, как молекулы полезных веществ попадут в организм животного – с вдохом или через воду. Главное, чтобы рассчитанная учёными микродоза – всего 100 нанограммов аромата – была принята внутрь. Оказалось, что мыши, которые пили эфирное масло чабера, жили на 120... Средняя продолжительность жизни у них была на 120 дней больше. И самый интересный результат – это то, что состав липидов мозга таких мышей оказался практически таким же, как у двухмесячных молодых мышей. При старении у любого млекопитающего уменьшается количество полиненасыщенных жирных кислот в липидах мозга. Из-за этого снижается его способность перерабатывать и запоминать информацию. Аромат эфирного масла сохраняет липиды мозга, а значит, помогает ему работать. Вот можно было бы надеяться, что сохранение высоким уровня полиненасыщенных жирных кислот, которые как раз отвечают за многие из этих процессов, позволит и людям, если они будут правильно питаться и пить это масло, сохранить до старости, до глубокой старости, ясный ум и твёрдую память. Как сильно обоняние влияет на биологические процессы в нашем организме, станет известно через несколько лет. Но то, что наш собственный нос защищает нас от смертельных опасностей, давно доказано. Все мы знаем, например, как определить качество яйца или продуктов по запаху. Мы знаем, когда происходят какие-то пожары, то в первую очередь мы определяем их по запаху. Таким образом, запахи вокруг нас окружают, и они нам необходимы. Не всякий запах доступен человеческому обонянию. Вредных летучих соединений в воздухе может быть совсем мало, но от этого они не менее опасны. Мы находимся на узле аддеризации компрессной станции Тума, где происходит процесс дозирования, дозированной подачи аддеранта непосредственно в газопровод, по которому движутся технологические газы. Природный газ в кухонных плитах – это смесь метана, пропана, бутана. Каждый знаком с его отталкивающим запахом, если не плотно закрыть конфорку. На самом деле мы чувствуем не сам газ, а аддерант – резко пахнущее вещество. Оно специально добавляется в газ, чтобы можно было контролировать его утечку. Здесь проходит газопровод. Газ идет с той стороны, в этом направлении. Здесь стоит стояк, куда врезан трубу газопровода. Здесь находится труба, где поступает аддерант в газопровод. Через стояк находится форсунка, и через нее прыскается аддерант. В качестве аддерантов используют серосодержащие компоненты. Человеческое обоняние может уловить их запах даже при небольших концентрациях. Всего одна часть аддеранта на 50 миллионов частей воздуха вызывает неприятные ощущения и заставляет человека реагировать. Запах от расстояния уменьшается, так как аддерант – вещество активное. Оно вступает в реакцию с окисью железа, так как трубы у нас стальные. Естественно, в зависимости от расстояния уменьшается концентрация запаха. Но происходятся замеры. То есть, если это необходимо, например, дальше, то добавляется аддерант. Если этого достаточно, то газ уже не аддерируется. Но если в газ не добавлять неприятно пахнущих веществ, человек его просто не почувствует. Здесь находятся газовые котлы, и сюда поступает неаддерированный газ. Утечку газа мы не сможем определить, потому что здесь нет аддеризации газа. Обнаружить утечку опасного газа в этом случае можно только при помощи особого прибора. Это газоанализатор. Прибор, способный учуять даже микроконцентрацию вредоносного вещества, а значит, и защитить человека от невидимой угрозы. Вот есть два яйца. Внешне они совершенно похожи, и мы не можем сказать по внешнему виду, свежее оно или не свежее. Проверим его по запаху. Берем прибор на сероводород, который у вас в атмосфере показывает близкие к нулю значения. Вот прикладываем к сенсору газоочувствительное свежее яйцо, и смотрим, какие у нас показания. Показания у нас практически не отличаются от фона свежего воздуха. Теперь попробуем второе яйцо. Вот несвежее яйцо. Мы видим, что у него концентрация повышенная по сероводороду. И для этого не нужно его вскрывать и пробовать на вкус. Всего несколько десятилетий назад для такой демонстрации потребовалось бы множество пробирок и реактивов. Сегодня целая лаборатория заключена в устройство размером чуть больше мобильного телефона. Резисторы, диоды, транзисторы, микросхемы. И каждый за что-то должен отвечать. То есть если один не поставить, то уже плата не будет работать. Электронные платы позволяют измерить и передать полученную информацию на любой носитель. Но главная деталь газоанализатора – его нос. Сенсор. Сенсор – это основа любого прибора. Потому что именно в нем происходит преобразование химической энергии, электрическую. Сенсоры бывают самые разнообразные. Вот я показываю и по размерам, и по составу его содержимого, и по принципу его работы. Сенсоры изобретаются человеком на те вещества, которые он хочет детектировать. Каждый из таких металлических носов может определить содержание в воздухе опасного вещества – азота, метана или углекислого газа. Минимально возможная концентрация газа, которую определяет прибор, задается во время калибровки. В этот прибор закладывается ампула с веществом, на которое должен отреагировать сенсор. Запах просачивается сквозь стенки источника в дозах, незаметных для человека, и смешивается с потоком воздуха, как и газ в реальных условиях. Здесь калибруется на значениях, близких к максимально измеряемым, к максимальным концентрациям, которые может измерить прибор. При этом обеспечивается большая точность. Но вот этот будет чувствовать, начиная, там, скажем, уверенно, от 5 миллиграмм. Если на 60 мы это калибруем, то от 5 миллиграмм он будет чувствовать. Это значит, что сенсор, встроенный, например, в бытовую пожарную сигнализацию, сработает, когда в кубическом метре воздуха появится всего 5 миллиграммов угарного газа. Но вот другое опасное вещество, образующееся при пожаре, сероводород, этот прибор уже не заметит. Газоаналитические датчики и сенсоры распознают, как правило, только один вид запаха или одно вещество. Данный прибор распознает большой спектр веществ. Это электронный нос. Революционная разработка российских ученых из Национального исследовательского ядерного университета. Прибор может отбирать пробу двумя путями. Как из воздуха, непосредственно как собака, втягивать воздух. Второй путь – это салфетки. Протирается контролируемая поверхность, и микрочастицы попадают в прибор. Обычный студенческий билет. Салфетки – обычная пищевая фольга. Прибор обнаружил. Я трогал этот билет. В будущем этот прибор позволит находить людей под завалами или в замкнутых помещениях. Электронный нос способен распознать даже одну молекулу на миллион. И десяток различных молекул одновременно. Все дело в принципе его работы. Он кардинально отличается от газоанализаторов предыдущих поколений. Сюда проникают молекулы веществ из воздуха. Дальше они должны продрейфовать по этой трубке, пролететь до датчика. И по тому, с какой скоростью они пролетят, мы можем распознать вещество. Пока одни изобретения позволяют обнаружить запах, другие помогают избавиться от него. Вернее, заглушить молекулы одного летучего вещества другими. Именно так работают знакомые всем освежители воздуха. Нос обычного человека может различить около тысячи запахов. Нос начинающего парфюмера улавливает уже около четырех тысяч оттенков. А высококлассный специалист, участвующий в создании ароматической композиции, безошибочно определяет до десяти тысяч запахов. Даже если это композиция для аэрозольного баллончика. Вот таким образом мы их пронюхиваем. Выбираем наиболее подходящую для своего проекта. Запах – это не одно вещество. Нет, например, запаха клубники. Нет, например, вещества такого. Есть запах клубники, но нет такого вещества, как клубника. Есть различные органические молекулы. И в большом сочетании, в определенном сочетании, они образуют букет. Этот букет и называется запах конкретного вещества. Опытный специалист должен помнить не только запахи, но и их составные части, тончайшие нюансы, незаметные другим. Это нужно, чтобы собрать любой запах, как конструктор. В итоге получается отдушка. В ее состав может входить до сотни натуральных и синтетических компонентов. Отдушка – это смесь душистых веществ, которые концентрированы. Мы ее в освежитель, естественно, добавляем в определенном процентном соотношении. И уже запах, он по-другому смотрится, накладывается. Поэтому обязательно смотрим совместимость этой отдушки с данным раствором, с данной рецептурой, в которой мы хотим ее воспроизвести. Задача химика на стадии лабораторных исследований найти универсальный запах, выбрать концентрацию и разработать рецептуру, согласно которой уже на производстве этот запах воссоздастся. Правда, совсем в других масштабах. Количество ингредиентов рассчитывается еще на этапе создания аромата и прописывается в технологической карте. Вес должен точно соответствовать рецептуре, иначе вместо привлекательного запаха можно получить неприятный. Мы с вами находимся в реакторном отделении цеха наполнения. В этом отделении происходит смешивание сырья для приготовления аэрозольной продукции, освежителей, лаков. Винт-реактор с невероятной скоростью превращает все ингредиенты в однородную смесь. Это занимает всего 15 минут. Готовая отдушка по трубам передается в цех наполнения. Но прежде чем разливать ее по емкостям, нужно сформовать сами емкости. Производство жестяного баллона начинается вот в таких вот бланках, которые загружаются в машину-судроник. Далее путем снятия жесткости с бланка они сворачиваются в цилиндр. Яркие цилиндры попадают на узел сварки. Здесь у них появляется дно и горлышко для заливки ароматного освежителя. Двигаясь по конвейерной ленте, каждый баллончик проходит через продувочную машину. С помощью мощной струи воздуха емкости проходят проверку на целостность. Только идеальные баллончики отправляются на автомат по разливу освежителя. Автомат впрыскивает в емкость четко отмеренное количество смеси. Аромат займет не больше трети баллончика. Вторую треть наполнит пропилен, вытесняющий газ, создающий избыточное давление во время распрыскивания запаха. Последние 30% емкости останутся пустыми для поддержания постоянного давления внутри. Благодаря этому освежитель будет распыляться равномерно как в начале использования, так и в конце. И чем мельче будут капли, выходящие из баллона раствора, тем дольше будет держаться в воздухе аромат. Человек уже привык к миру искусственных запахов. Современные химии позволяют обмануть наше обоняние. Фруктовые, ванильные, сливочные. Не нужно видеть продукт, чтобы понять, да, это вкусно. Тем, как взаимодействует запах и вкус пищи, занимается наука флеево-химии. Это наука о химических свойствах, веществ, которые отвечают за вкус и запах пищевых продуктов. Она изучает состав этих веществ, пути их образования в натуральных пищевых продуктах, механизмы образования этих веществ. Все природные запахи состоят из множества ароматических компонентов, каждый из которых пахнет по-своему. Например, в состав общего аромата клубники входит более 200 компонентов. Но это не значит, что для создания аналога этого аромата в лаборатории нужно использовать их все. Для того, чтобы создать клубнику, необходимо взять характерные для клубники ароматические материалы и непосредственно смешать их в определенные пропорции, зная силу аромата каждого ингредиента. В разных рецептурах клубничного аромата может быть от 5 до 10 компонентов. Одни запахи создаются на основе натуральных источников сырья, эфирных масел, экстрактов растений и фруктов. Другие – на основе сырья, полученного химическим синтезом. Свежие продукты имеют ярко выраженный аромат, но в процессе переработки и хранения молекулы пахучих веществ улетучиваются. Ароматизаторы нужны, чтобы продукты не теряли свой природный запах. Перемешиваем. И тестируем полученный результат с помощью ароматических палочек. И теперь мы покажем, как сделать безалкогольный напиток на основе созданного ароматизатора клубника. Удивительно, но по отдельности некоторые ингредиенты имеют очень неприятный запах. Однако после смешивания получается гармоничный, привлекательный аромат. А сейчас попробуем наш безалкогольный напиток и сравним вкус и аромат с натуральной клубникой. Очень много общего в нашем аромате с натуральной клубникой. Собственно, мы получили достойный результат. После создания ароматизатора флейварист разрабатывает специальную рецептуру для его производства. Мы находимся в цехе по производству жидких пищевых ароматизаторов. В данном цехе находятся емкости для смешивания объемом от 100 до 300 килограмм. Для производства некоторых сложных ароматизаторов нужно не только отмерять необходимые количества ингредиентов, но и добавлять их в строго определенные последовательности. Когда ароматизатор готов, его направляют в контрольно-аналитическую лабораторию для испытаний. Мы должны провести анализы для того, чтобы идентифицировать. Сравним с контрольным образцом для начала аромат. Да, аромат соответствует контрольному образцу, поэтому мы дальше будем проводить следующие анализы. После проверки ароматизатору выписывают сертификат качества и он отправляется на пищевое производство, чтобы продукты пахли привлекательно по всем законам флейво-химии. Запах – великая сила. Он может доставлять удовольствие или предупреждать о риске для жизни. Вкусный или неприятный – человек учится расшифровывать запахи и управлять ими, чтобы в ближайшем будущем сделать свою жизнь еще комфортнее и безопаснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова